Субтитры сделал DimaTorzok И прослеживая я был в регионах, я везде прослеживаю именно все стремление руководства Патузы То есть из чисто технических вопросов руководство переходит в политическую сферу Именно руководство Патузы Оно прекрасно понимает, что локомотивные бригады не будут эксплуатировать электровозы, тепловозы в таком состоянии, в котором они есть Ремонтировать не хотят Один из прецедентов, это в истории впервые, когда работодатель забирает локомотивы полностью в депо Я понимаю, почему это делается, дабы другим было неповадно Но я думаю, что машинисты, помощники машинистов и все железнодорожники поддерживают локомотивное депо Кременчуг И следует задуматься Порошенко, президента Украины, что 13-й год, когда он пришел к власти 14-й год, не путай, пожалуйста Ну, в 14-м, а началось-то в 13-м все годы Да, в декабре И сейчас что-то такое напоминается 13-й год Пока 14-й будет Но люди потребовали элементарное выполнение 43-й статьи Конституции Нормальные условия Стали работать, согласно 60-й статье, злочинений наказом не выполнять Как можно ездить на локомотивах, которые угрожают жизни и здоровью? Как пассажирам, так и перевозкам, так и безопасности движений и самой локомотивной бригады Это чисто конституционные требования были И действия по Конституции Но руководство по ТУЗ почему-то выходит из ситуации совершенно Направляет, силой направляет людей в политическое русло Силой направляет, чтобы мы связывались и с политическими силами И мы это сделаем в конце концов Если президент Украины, Гранд Конституции Не захочет подействовать именно на нашего временно исполняющего Уже больше года Который хочет, что он хочет, непонятно Если он хочет бунт, он будет Если он хочет взрыв, он будет Потому что при таких заработных платах Люди просто или уедут А те, что не могут уехать за границу Значит, будут делать что-то, чтобы была более-менее достойная заработная плата здесь Чтобы были локомотивы нормальные Чтобы были запчасти Поэтому руководству ПАД УЗ И нашему временному следует задуматься И не делать так, как он делал Если он это не поймет Значит, ну паспорт-то я думаю, что у него есть Но дело в том, что навряд ли он спасет его Навряд ли он спасет от побега Что я хотел еще сказать Ну, хотел сказать, что был я в Харькове в сортировке Депо большое Мне, конечно, очень-очень нормально понравились люди Локомотивные бригады 100% практически поддерживают именно то, что делается Потому что они живут в таких же условиях Такие же, получают такую же заработную плату Поэтому я думаю, что скоро там создаться свободный профсоюз Как они будут делать, как они будут работать Это зависит от них Но каждый раз, когда создается хоть одна единственная организация Свободного профсоюза, которая входит в Вильнюю профспилку Это шаг вперед Повышение заработной платы Второму списку К улучшению локомотива Мне приятно то, что я был в Гребенке Там провели мы установочный сбор На следующий день приехала вся свита Все прикормленные И те, что хотят быть прикормленные Пообещали повышение заработной платы на 50% Повышение чуть ли не каждому индивидуальный кондиционер дать Значит, запчасти обеспечить То есть все требования будут исполнены Лишь бы люди не шли Это уже приятно Был я, значит, помощной Ну, диалог вел с локомотивными бригадами Мне приятно, что установочные сборы Не удалось провести На улице в основном Потом пришли мы в клуб Медицинское учреждение Когда я уезжал, было 82 заявления Когда я приехал в Киев Документы привез на оформление Уже было больше 90 То есть люди идут Я хотел бы поздравить новых членов Свободного профсоюза И сказать, что каждый Каждый, который вступает в свободную профсоюз Он, возможно, не поддержит в акции Возможно, не поддержит Более-менее решительным Какими-то шагами Но он морально поддержит Он даст задуматься Руководству ПАТУЗЕ Что мы люди Что мы люди, которые достойны лучше жить Достойны лучшей заработной платы Достойны уважения Достойны на лучших локомотивах ездить Без сомнений Поддерживаю Вот именно Желал бы, чтобы люди Все-таки вступали В свободный профсоюз Вильной проспилки С бездельщики Украины Хорошо, благодарю вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!